Раз, два, три Эхо Надеюсь, его не слышно Нашла Привет, красотка! И сегодня у нас наконец-то просто болтологичное видео Я безумно соскучилась по такому формату, когда я просто сижу с вами, мы болтаем как будто на кухне, за чашкой за термосом чая Потому что сегодня снова видео из рубрики Мои фавориты, и меня бесит это название. Я очень долго думала, как же назвать эту рубрику, потому что мои любимчики, то, что я любила, неинтересно. Мне пришла идея очень интересная, писать количество вещей, о которых я скажу в сегодняшнем видео. Например, 48 любимых вещей этой осени Скажите мне, что это прикольно. Ну, потому что мои фавориты, у меня сразу же вспоминается Екатерина Вторая, ее фавориты И в самом начале я хотела бы выразить вам огромную благодарность за то, что вы вообще поддерживаете такие видео, что вам они нравятся и вы их хотите и просите, потому что для меня это не просто видео для меня это еще и очень крутой способ самоанализа. Между прочим, такой прием даже использует психотерапия, чтобы ты подытоживал какие-то свои успехи, неуспехи, новинки, как-то фиксировал то, что тебе понравилось в предыдущий сезон или месяц. Это кажется немного поверхностным сначала, типа, зачем? Какая разница, что я пользовалась вот этим тональником? Это все на самом деле тебя немного так заземляет, приземляет, что ты здесь, что твоя жизнь, ну, она вообще-то идет, и что ты меняешься. В любом случае, в каждом сезоне будет что-то другое, что-то интересующее тебя по-новому. Ты понимаешь, что жизнь скоротечна, философия вошла в чат, хорошо. Надеюсь, вы для себя откроете что-то интересное, вдохновитесь или просто приятненько проведете время. А мы начнем с категории музыка. Надеюсь, вы понимаете, почему. Подсказочка. Сентябрь. Третье сентября. Imagine Dragons. Новый альбом. Прям подарок мне ко дню рождения, потому что у меня четвертого числа день рождения. Они выпустили новый альбом. И, конечно, это любовь. Мы настолько с Денисом ждали этот альбом, что как только он вышел, мы договорились друг с другом прям вот сразу же не слушать, потому что мы были в разных частях города, у каждого были дела в этот день. Мы договорились в определенный момент встретиться в кафе, надеть одновременно наушники и одновременно нажимать на play, слушать, ни на что не отвлекаясь, и ставить свои оценки. Ну, то есть, у него листочек, у меня листочек. Например, трек follow you. Какая оценка у тебя? Надо сказать, что Денис более строго оценивает треки Imagine Dragons, потому что у меня там везде 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10. У него иногда были два. Тем не менее, это шедеврально. Я в видео никогда не вставляю музыку, потому что от греха подальше. Спасибо большое. Авторское право Ютуба на меня. Какое-то проклятие накинет. Ну, действительно такое происходит. Если ты вставляешь там трек 5 секунд, он уже его считывает. Хотя для меня это вообще до сих пор странно. Например, в Инстаграме сейчас любимейшая моя функция Reels, где ты можешь использовать любые треки, и по-моему от этого хорошо всем. Вот представьте, популярный блогер выставляет какое-нибудь видео под трек. Трек может быть не очень популярным, но так как его подписчики видят это видео, они слышат этот трек, они могут с ним познакомиться, и трек станет еще популярнее. Но на Ютубе так еще нельзя. Но вы всегда можете перейти ко мне в Инстаграм, и, скорее всего, во всех Reels, во всех видео, во всех сторис у меня наложены Imagine Dragons, конечно же. Также композиция Love is all around это вообще-то 31 декабря 1993 года песня. Она абсолютно не новая, но я для себя именно этой осенью ее полноценно как-то открыла. Знаете, в эти осенние теплые деньки, очень редкие на Урале, когда желтая листва лежит под ногами, когда так приятно гулять, и вот эта песня в преддверии очень далекого, где-то виднеющегося Нового года, она такая уютная. И вместе с ней трек Oh Children. И самое интересное, я ее услышала где-то в кафе, в тот момент, когда, боже мой, в каком же фильме я ее слышала, и она настолько там в тему в этом фильме была. И потом я вспомнила. Это именно тот момент, где танцевали Гарри Поттер и Гермиона в этой палаточке, когда они прятались ото всех. И воспользовавшись случаем, что снимаю фавориты, я решила рассказать про Навамшу. Вы часто меня спрашиваете, где я слушаю мантры Еве на сон или сама во время растяжки. Иногда на фон, когда, знаете, просто ты занимаешься какими-то рутинными делами, планируешь. Я люблю на фон ставить мантры из приложения Навамша, потому что они там прям поделены по темам, и они реально очень подходят под эти темы. Например, раздел для защиты ребенка. И там такие классные мантры. Одна из них, это моя самая любимая, Шри Ма называется, под которую Ева постоянно засыпает в один момент. Еще она очень быстро засыпает под Иде Вере Вере. Ну, это классика жанра, по-моему, все знают про эту мантру. Но также мне там нравятся разделы под утреннее настроение, вот как раз-таки порастягиваться, позаниматься йогой, что-нибудь позаполнять. Творческое пробуждение, ну, в общем, какие-то прикольные там темы. Если вы вдруг ищете треки на фон, как можно мантру назвать треком? Раздел одежда и обувь я, как всегда, хочу показать в таком клиповом формате, потому что рассказывать подробно о том, какой это пиджак, какие эти сапоги, странно. Типа просто, если они попали в это видео, значит, они точно мне нравятся, значит, я их носила. Но лучше, мне кажется, просто нагляднее показать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Как вы, наверное, заметили, большая часть одежды у меня с сайта TopTopRu. Мы с ними сотрудничаем уже очень давно и хотела напомнить, что для вас у меня есть промокод, постоянный промокод, PASNOVA на скидку 15% на сайте TopTopRu и эта скидка суммируется со всеми сейлами на сайте. Сейчас у них очень классная новогодняя коллекция есть. Кстати, у TopTop всегда бесплатная доставка на обмен или возврат вещи, поэтому не бойтесь заказывать даже обувь, если вы не уверены в размере, вы можете всегда вернуть или поменять абсолютно бесплатно. А мы переходим к следующему разделу. И это косметика, как декоративная, так и уходовая. Я для вас подготовила немного, но прям топчик. На первое место из моих любимчиков, мне кажется, вообще из всей осени я бы поставила вот этот тональный крем. Это Clorance, и эта находка супер неожиданная, потому что когда мы возвращались с Денисом из Будапешта, я в аэропорту осознала, что мой тональник закончился. У меня через пару дней после приезда была важная съемка, и мне было проще в Duty Free найти где-нибудь тональное средство, нежели по приезде в Екатеринбурге уже ходить по магазинам и искать, потому что дел было достаточно много. Я, конечно, не надеялась, что консультант по косметике, который может меня направить и помочь выбрать средство подходящее, будет в Duty Free в аэропорту в Домодедово в Москве, но это произошло. Я попросила тональное средство, чтобы оно увлажняло в течение дня, чтобы не было вот этой сухости даже в зоне, где у меня, правда, сухая кожа, чтобы скрывало недостатки, но не ложилось какой-то пленкой матовой, и максимально быстро мы подобрали Skin Illusion, и это правда какая-то иллюжен происходит с кожей, потому что очень аккуратно эффект такого блюра, но не too much. Очень кожа натурально выглядит. В течение дня, вот самое классное, в течение дня носится идеально. Мне кажется, ни одного тонального средства у меня не было такого подходящего для меня. Я понимаю, что все индивидуально, но для комбинированной, склонной к сухости в наше зимнее время идеально. Еще один мой фаворит, если честно, это, знаете, все новое, давно забытое, старое, вроде так говорится, потому что эта палетка у меня очень-очень давно. Это NARS, но, честно, я ее незаслуженно мало использовала в своей жизни, и вот когда в сентябре или в конце августа я сделала чистку своего туалетного столика на 80%, наверное, у меня осталось реально несколько палеток, но они все классные. Я ими так редко пользовалась, потому что выбора очень много. Что мне здесь нравится? Здесь очень базовые, красивые, насыщенные оттенки, которые сидят в течение дня очень хорошо, не скатываются. И помимо базовых оттенков, таких как песочный, золотой, которые очень мне нравятся, есть также оттенки красного. Темно-коричневый можно подчеркивать внешний уголок глаза, нижний угол глаза, делать стрелочку. Ну, в общем, она, правда, классная, универсальная и самое главное, что качественная. Из косметики уходовой. Не новинка тоже для меня, но очень часто использовала это осенью и буду использовать 100% зимой. Это ЦРВ. Вы уже знакомы, я думаю, с ЦРВ для сухой и очень сухой кожи. Потому что то, что делает отопление плюс наша вода в Екатеринбурге, когда я выхожу из душа, у меня такое ощущение, что я в чешуе. Поэтому хочется очень себя сдобрить хорошим количеством увлажняющего, питательного даже крема. Он без отдушек. Это может кому-то не понравиться, что он не пахнет ничем. Но он очень действенный. И банка эта очень большая, ее хватает на несколько лет. И я не знала, куда это отнести. Мне кажется, в категорию косметики это лучше всего подходит. Это эфирные масла. И здесь даже больше открытие не этих масел конкретно, а всего этого направления ароматерапии. Буквально в прошлом видео вы видели распаковку с iHerb. Я достаточно недавно приобрела аромодиффузор, но вот за это минимальное время я уже влюбилась и погрузилась в эту тему, что это не просто ароматы, это не просто вкусно пахнет и классно все на этом. Это действительно терапия, но нужно иметь именно хорошие эфирные масла. Некоторые в аптеке продаются за 100 рублей. Как мне сказали, для одной капли хорошего эфирного масла, лимона, например, требуется 1 килограмм лимона. То есть представьте, насколько это мощь. Масла бывают абсолютно разными для разной цели. Хочу погрузиться в эту тему поглубже. Что к чему, как это вообще влияет на нашу нервную систему. Потому что кто-то прямо лечится аромомаслами. Растирает, немного капает, как-то добавляет в свои основные кремы масла. Конечно же добавляет в аромодиффузор, чтобы это распространялось в воздух. Вдруг вы занимаетесь ароматерапией или просто знаете много, обязательно пишите в комментариях, может быть, ваши личные примеры, как масла вам помогали, какие масла вам больше нравятся, что советуете. Я чуть не забыла, в эту же категорию я хотела отнести открытие вообще как такового бренда для себя. Лаш. Я думаю, что очень многие знают про лаш. Я просто принесла вам бомбочку. Я ее купила в Будапеште. Чем мне еще нравится путешествие, ты как-то другим взглядом смотришь на привычные вещи. Потому что у нас лаш, конечно же, есть во многих торговых центрах. Я всегда проходила мимо и мне казалось, что это какая-то химоза. Если там так все это пахнет, ну, то есть ты проходишь, это реально очень вкусно пахнет, но как-то ярко, очень ярко выраженно. Мне казалось, что я буду чихать, если зайду. Но когда я почитала побольше про эту компанию, я поняла, что это столько у меня стереотипа было. Они очень, ребята, экологичные. У них натуральные составы, у них натуральные красители пищевые. Их бомбочки можно использовать даже детям. И я хотела показать гиппопотама, потому что мы привезли Еве гиппопотама. Хотим его положить в одно из окошек адвент-календаря, который сейчас Ева до 24 числа открывает каждый день. Можете переходить ко мне в инстаграм, потому что это очень милое зрелище. Каждое утро Ева просыпается и открывает новый кармашек с подарочком. И бомбочки эти просто нереальные. Цвет, то, как она бурлит. И шоу, что для детей, что для взрослых. Некоторые бомбочки именно являются бомбочкой пеной. То есть, они когда растворяются, они не то чтобы сильно бурлят, они именно создают пену. Я просто рада открытию для себя этого бренда. И еще раз убедилась на личном примере, как часто мы сами себе строим какие-то убеждения. Даже вот на таком банальном примере какого-то бренда косметического, который как бы, ну, в принципе, на мою жизнь особо не влияет. Но представить, сколько таких убеждений в моей жизни касательно мировоззрения, отношения там к людям. И ты понимаешь, что очень часто надеваешь какие-то очки сам на себя. И они же тебе мешают смотреть трезво. И на этом мы заканчиваем с бьюти, но начинаем с книгами. Такой у нас переход плавный. Первая книга, которую я хотела бы поделиться, это «Гормоны счастья» Лоретты Бройнинг. Книга о том, как перепрошить свой мозг и заставлять его вырабатывать нужные гормоны счастья. Конечно же, объясняется в самом начале, за что отвечает каждый гормон, что его мотивирует вырабатываться. Основная идея книги в том, что наш древний мозг, который мы наследовали у наших далеких предков, постоянно озабочен задачей выживания. Даже сейчас, когда за нами не бегают тигры, когда у тебя есть что поесть каждый день. И он нас вознаграждает выбросами гормонов счастья, тогда, когда мы делаем что-то для нашего выживания. Это странно может прозвучать, как мозг может считывать то, что мы там неровно нанесли помаду, как угрозу выживания. Но дело в том, что в нашей голове то, что мы нанесли неровно помаду, это значит, что он на нас косо посмотрит, это значит, что у нас не будет социального одобрения. Наш древний мозг переживает, что мы не будем приняты нашим племенем, и это угроза для жизни. Это все, конечно, очень грубо говоря, но в книге рассказывается о том, как мы можем переобучить наш мозг, вырабатывать эти гормоны в нужное для нас время, делая нужное для нас, для нашего тела, для нашего здоровья, для нашей жизни вещи. Мне очень понравилась мысль, кстати, которую я себе прям под восклицательным знаком выписала о том, что удовольствие от больших побед длится недолго, и что важнее намного замечать маленькие свои собственные победы на протяжении дня, недели, года, всей жизни, и постоянно получать дозу нужных для нас гормонов счастья, нежели ставить себе только большие цели, достигнув которых мы ненадолго почувствуем вот этот же уровень счастья. На самом деле всегда, когда я обозреваю книги, мне кажется, что на мне лежит какая-то непосильная задача за минуту-полторы описать, что происходит на протяжении трехсот страниц. Недаром человек написал все-таки эти триста страниц, но второй книги в физическом формате у меня нет, я очень люблю ее именно слушать, я даже отказалась ее специально покупать. Это книга «Внутренняя инженерия» Садхгуру. Здесь может быть разговор очень долгим, скажу сразу, потому что я обожаю Садхгуру, обожаю его ролики на YouTube в первую очередь, ну, точнее, это не его ролики. Он сам, конечно, не говорит на русском, но мне именно это и нравится, что наш русский переводчик таким офигенным голосом переводит его мини-лекции или там большие лекции, что я даже не хочу слышать какого-то другого переводчика, надеюсь, что он никогда не поменяется. В наши дни существует так много больных людей, потому что мы либо плохо питаемся, либо питаемся очень хорошо и не используем свое тело в должной степени. Садхгуру — это индийский йог, если что, вообще. Главная идея книги вообще в том, что не надо париться, не надо переживать, отнеситесь ко всему проще, но когда это сказано нужными словами, нужными примерами, фразами, притчами, метафорами, это все воспринимается, конечно, по-другому. Я даже посвятила целый пост этой книги в Инстаграме у себя, потому что я поняла, что это та книга, которую я готова перечитывать, перечитывать, и она будет моей настольной книгой. Я хочу поделиться с вами несколькими цитатами, которые я выписала, потому что когда ты прочитал книгу, проходит там полгода-год, ты вроде такой помнишь, прикольно, а что там было, ты уже не особо помнишь. И вот эти цитаты, они помогают освежить буквально за 2-3-5 минут то, что на тебя повлияло тогда. Обида, гнев, ревность, боль, грусть и депрессия — это яды, которые вы пьете сами, но ожидайте, что они навредят кому-то другому. Это ошибка. И у большинства людей целая жизнь уходит на то, чтобы понять эту простую истину. Ну как можно найти так слова, чтобы описать, что действительно люди, которые постоянно обижаются, гневаются, что-то копят в себе, они думают, что они таким образом кому-то что-то покажут, да, или кого-то накажут. Они доказывают только себя. Они теряют свой драгоценный кусок жизни, здоровья. Создавать свою судьбу не означает контролировать каждую ситуацию в мире. Создание своей судьбы — это постоянное стремление к своему благополучию и своей изначальной природе, независимо от содержания жизни вокруг вас. Это просто означает так изменить себя, что какие бы события ни происходили, они не смогут вас раздавить. Вы будете скользить на них, как серферы на волнах. Это то, наверное, чему надо учиться всю жизнь. Быть настолько сильным, настолько самодостаточным, чтобы то, что происходило вокруг, не влияло на твое самоощущение. Чтобы то, что говорили о тебе, не влияло на тебя. И цитата просто номер один. Хотя бы ради этой цитаты мне стоило прочитать эту книгу. Если вы выходите вовне, вас ждет бесконечное путешествие. Если же вы обратитесь внутрь, путь займет лишь одно мгновение. О каком пути речь идет? О обретении счастья, конечно же. Когда мы ищем счастье где-то там и пытаемся как раз-таки его уловить за обстоятельствами, ты можешь это делать бесконечно. Просто потому что природе человеческой всегда будет мало. То есть здесь речь не идет о том, что ты должен забить на все, просто жить как попало, ничего не достигать, ничего не хотеть. Это крайность совсем. Суть в том, чтобы не в этом видеть смысл жизни, потому что так можно никогда не насладиться этим путем, который у тебя есть. По сути, путь это самое главное, а не цель, к которой ты идешь. И если вы обратитесь внутрь, этот путь займет лишь одно мгновение. Конечно, внутрь, он постоянно говорит о медитациях, о том, чтобы узнавать себя лучше, слышать себя, распознавать свои желания, сигналы, и тогда вообще не будет никаких проблем, не будет дел, которые ты не хочешь совершать, не будет работы, которую ты не любишь, потому что ты был внимателен к себе в какой-то момент, и ты услышал, что тебе важно, что тебе интересно. Но я говорила, что это может длиться бесконечно, поэтому давайте перейдем к третьей, но это не книга, это просто канцелярское издание. Это блокнот-планнера, которым вы часто меня спрашиваете. То, где я веду все свои планы на неделю, на месяц, это, по-моему, пока что самый удобный формат, который я видела. Я пробовала это делать в электронном виде, в итоге мне нравится писать от руки, я все время хочу где-то на бумажке что-то отобразить. Здесь есть разделение на 7 дней, но выходные, они почему-то сделаны в один блок, хотя мне бы хотелось больше, чтобы субботу и воскресенье делили отдельно, потому что это удобнее. У тебя на субботу может быть какие-то планы, на воскресенье другой план может быть, а тут выходные, это как одно большое целое. Ну ладно. Здесь ты можешь детально что-то писать, какое-то время, конкретно задачи, которые у тебя сегодня есть, а также есть вот такие развороты, где уже показан месяц, и ты можешь какие-то основные задачи или основные события сюда вписывать, например, день рождения, там, мамы, не забыть, что даже сейчас идет январь или декабрь, да, в январе, там, день рождения у кого-то, просто чтобы глаз у тебя это видел. Мне очень нравится, как меня встречает каждый раз ежедневник, это фраза Генри Форда, когда кажется, что весь мир настроен против тебя. Помни, что самолет взлетает против ветра. Ну и сам, конечно, дневник называется «Говорить, зачеркнуто делать». Кстати, у меня такой же дневник был именно в белом формате, мне очень марка показалась, потому что я его ношу каждый день в сумке, он где-то пачкается и в итоге выглядит не очень презентабельно, но на черном ничего не видно, очень даже стильно смотрится. И, конечно, там есть еще много всего. Здесь есть списки книг, которые ты можешь ввести, которые ты прочитал, автор названия, но я очень многим здесь не пользуюсь и не корю себя за то, что я не полноценно раскрываю потенциал ежедневника, потому что, ну, что-то для меня вообще больше времени отнимает, нежели мне дает. И, наверное, самый такой насыщенный и объемный пункт – это увлечение, новые увлечения за осень. Здесь не то, что первое место, здесь гран-при занимают барабаны. Это такая любовь просто. То ли в прошлых фаворитах, то ли в каком-то видео под конец лета я говорила, что хочу начать ходить на барабаны, либо на вокал, либо на фортепиано. Я в итоге походила везде, посмотрела, что мне интереснее. И мне кажется, одна из каких-то подсознательных просто задач у меня была научиться просто-напросто играть все треки Imagine Dragons на барабанах. Многие мне до сих пор после истории с барабанами пишут «Как ты решилась? Тебе же 24 года!» Если кому-то станет от этого легче, я могу поделиться, что на первое мое пробное занятие со мной вместе пришел дедушка, которому было 60 или 50 лет, я не знаю. И это кайфово, это же так круто понимать, что ты в любой момент времени можешь начать делать, что ты хочешь. Главное желание, главное выделить для этого время. Как вообще можно бежать от своих желаний? Какая разница, сколько тебе лет? Какая разница, какого ты роста, веса? Как ты выглядишь? Если у тебя внутри горит огонь к чему-то, надо скорее раздувать этот огонь еще сильнее. По-моему, только такие вещи вообще заставляют встать тебя с кровати, любить эту жизнь, когда ты начинаешь делать то, чего тебе хочется. У меня всего лишь полтора часа в неделю. И я сейчас понимаю, что даже будучи со вторым ребенком, я бы пыталась находить время сокращать, конечно, занятия, например, делать его по 40 минут, но два раза в неделю. Но я бы не пропускала. Потому что тот заряд, который мне дают барабаны, его хватит на пятерых детей потом. Мне, конечно, было проблематично постоянно ездить на студию, чтобы просто даже порепетировать, чтобы домашнее задание отыграть. Поэтому почувствовала, что это все-таки мое, что это там не на две недели какой-то запал. Я таки купила домой установку барабанную. Но отрываюсь я по-настоящему, конечно, на студии. Там ты можешь долбить по барабанам со всей мощи, не бояться громкости. Также из новых увлечений для меня это полотна. Я все время ищу что-то такое для души в плане физического. Чтобы кайфовать именно в процессе, от того, что твое тело мобильно, от того, что оно получает должную нагрузку. Когда-то это было прям много-много йоги у меня в жизни было. Каждый день и ходила и дома, занималась и на студии. Потом был период танцев. И мне нравится, что эта деятельность может меняться, что я могу открывать что-то новое, потом останавливаться на чем-то одном. А сейчас это полотна. Это такие полотна, которые крючком крепятся к потолку. И ты на них можешь выполнять различные элементы. Это как силовая нагрузка, так и гибкость, так и координация какая-то. И перед занятием мы еще хорошо так растягиваемся. И из такого максимально необычного опыта в моей жизни, это то, что произошло в ноябре, когда мы поехали с моей сестрой, с мамой, с Евочкой. У нас такой был девичник загородный. Дело в том, что у нас дни рождения, почти у всех нас, кроме Евы, мы все сентябрьские. И мы постоянно праздновали дни рождения в разных местах, в разных городах. У нас не получалось, я не знаю, сколько уже лет. Мы не можем нормально посидеть все вместе, собраться. И я решила соединить наши души в одном месте. Очень кайфовое было время, очень такое расслабленное, мы не торопились, очень много разговаривали. Потому что, когда мы жили вместе все, в Тагиле еще, у нас не всегда была такая гармония друг с другом. Но мне кажется, это нормально. Когда между вами расстояние, вы, в принципе, и цените друг друга намного сильнее. Поэтому, если сейчас вы вдруг живете с родителями, и кажется, что, боже, у нас вы ужасные отношения, я вам гарантирую, когда вы начнете жить отдельно, все вот эти бытовые мелкие вопросы, они просто испарятся, их просто не будет. Темы для обсуждения будут другими. К чему я вообще все это говорю? К тому, что, гуляя вот в таком вот состоянии, о, прикольно, дерево. Ну, мы реально вот так вот ходили, просто отреклись от всех вообще дел, которые ждут тебя там. Такое ощущение, что мы все это оставили вот во всех городах, где мы живем, да? И мы просто были в лесу. Гуляли по лесу с сестрой, и она наткнулась на дерево, на котором висело объявление, где очень забавно было написано ребёфинг. Речь шла о какой-то программе, практике по перерождению. Также были какие-то практики йоги. В общем, нам определенно захотелось подытожить наш мини такой ретрит женский с какими-то практиками интересными. Просто даже, может быть, совместной медитацией, совместной йогой. То, что, знаете, иногда сложно самому себе создать. Вот ты такой проснулся, а давайте все вместе йогу сделаем. Не всегда такая идея придет, не всегда все согласятся. А когда ты пригласишь какого-то проводника, который, казалось бы, как учитель, как тренер здесь, да, он тебе просто сказал делать, и такой, окей, я делаю. И мы просто, не думая, сразу же позвонили с сестрой по номеру, который был написан. Я такая, здрасте, мы хотим ребёфинг, мы хотим постоять на гвоздях. Она сказала, ладно, могу приехать завтра. И у нас реально в этом месте произошел какой-то ребёфинг. У нас произошел новый день рождения. То, о чем я вообще хотела рассказать, это, конечно же, гвозди. Потому что про ребёфинг я бы, наверное, не стала говорить на канале. Может быть, в какой-то очень закрытой версии людей, которые реально хотят это послушать. Ну, это прям много личного там. Наверное, я не готова даже все это открыть. А вот гвозди — это кайф. Это очень больно, это очень сложно, но это такая крутая практика, которая показывает, каким сильным ты можешь быть, как можешь ты трансформировать боль в наслаждение. Суть в том, что ты стоёшь на реальной гвозди, настоящей гвозди, которая создана для того, чтобы ты стоял ногами на гвоздях. В плане физическом ты чувствуешь, конечно, дикую боль и нереальное желание сойти в первые 3 минуты точно. Ты начинаешь придумывать все аргументы. И, конечно, проводник, наставник, он рекомендует в самом начале высказать намерение. Например, это какая-то проблема, которая у тебя не может решиться. Ситуация, выбор в жизни. В один момент, внезапно, абсолютно, у меня полились слёзы. Такие сильные слёзы. Знаете, обычно слёзы ты чувствуешь заранее. Глаза начинают покалывать, ты сам как-то сжимаешься. Что-то происходит такое физическое, что ты можешь почувствовать. А здесь у меня просто полились слёзы. Почувствовала это тогда, когда почувствовала уже, что у меня мокро, что у меня всё капает. И это очень здорово, дать выйти тому, что, возможно, когда-то не вышло. Мы же очень много в жизни сдерживаем своих эмоций, подавляем их, не даём в нужный момент себе возможности что-то выплакать, что-то просмеяться где-то. И самое удивительное, что я стояла, кайфовала, я уже просто начала потом переминаться. Эта боль, она была на протяжении всего времени. Я не скажу, что в какой-то момент ты как будто на пушинке стоишь, но ты её уже не чувствуешь. Она уже стоит не во главе угла. Ты просто вместе с ней существуешь. И, наверное, ещё вот эта гордость за себя, что ты это сделал. И в какой-то момент мне проводник говорит, сейчас ты будешь сходить, через минуту ты будешь выходить. Я такая смотрю на время, понимаю, что прошло 30 минут. 30 минут времени, когда я стояла на гвоздях. Это была, наверное, самая глубокая медитация в моей жизни, потому что ты постоянно концентрируешься на своём дыхании. У тебя не могут мысли улетучиться. А что я буду завтра делать? Какие планы на жизни? Такого нет. Ты прям в настоящем моменте. И на такой ноте моя болтология подходит к концу. Я очень надеюсь, что что-то вы для себя новое открыли из этого видео. Обязательно пишите комментарии. Это место, где происходит вся обратная связь. И место, куда я сразу же иду после того, как публикую видео, чтобы почитать ваши комментарии, чтобы понять, как вам. Улыбайтесь чаще, красотки. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова